Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня со стами от подписчиков, но по традиции вначале прокачаем героя. И первым написал и попросил, чтобы я прокачал героя, это подписчик с ником Саша Французов. Он попросил за Микеланджело из космоса. Вот этот забавный герой, давайте-ка я покажу. Довольно-таки интересно выглядит, когда на него нажать, он всплывает в невесомость. Вот в космосе парит, вот так забавно это все выглядит. Итак, друзья, относительно прокачки героя. Вот некоторые способности уже на шестой ступень, некоторые на четвертой. Давайте-ка я начну с последней способности. Лазерные нунчаки. И нам удается их прокачать до пятой ступени. Вообще-то это больше похоже на лазерные танфу, но пока как-то так. Кроме того, друзья, прокачаю суперкоманду. Третью способность нашего Микеланджело космического. Это массовая атака. Кроме того, хотелось бы еще усилить пассивку. Установить щит называется эта способность. Ну вот, неплохо мы прокачали нашего героя. Давайте-ка я еще прокачаю самый первый удар. Вот вам космос, дамок седьмальной, седьмой ступени. Супер. Итак, друзья, хватает ингредиентов, поэтому я еще и прокачиваю лазерные нунчаки тоже до шестой ступени. Вот, супер. Ну что ж, друзья, неплохо мы прокачали нашего героя. А сейчас мы отправляемся с вами на турнир. Вот, нахожусь я сейчас в лиге мастеров на первой звездочке. Вот, и давайте-ка возьмем первую команду от наших подписчиков. Из прошлого видео, состава от подписчиков. И это подписчик с ником Аннет МК Хитриан. Он попросил, чтобы я взял Рафа видения. Раф, дружище, ты нам нужен. Кроме того, нужен Сплинтер, Рокзар. Здорово. Вот Сплинтер, а вот и Рокзар. Кроме того, нужен Бибоб мультяшный и Рокстеди из мультика. Эти два героя находятся в самом конце. По-моему, поэтому, друзья, я думаю, без проблем сейчас мы их найдем и отправимся в битву. Итак, Роскстеди найден, а вот Бибоб где-то спрятался. Ничего страшного, нам удалось его найти. И мы отправляемся в первую битву. Итак, у врагов есть довольно-таки классный лекарь. Этот Гулупит. Его мы и будем выбивать в первую очередь. Да, давайте-ка, друзья, я еще добавлю звука, чтобы это было интереснее. И Рокзар наносит мощнейший ударом когтями сверху. Отлично. Вот без проблем выбивает голую пита. Здорово. Дальше, используя клеевую бомбу, Бибоб мультяшный пытается выбить вражеского микеролевика. Тот выживает, но ненадолго. Рафигения поджаривает его огненной струей, которая приносит нам победу. Кроме того, давайте-ка усилен наш состав. Благодаря медитации сплинтера у нашей команды появляются бафы, положительные эффекты. Но и враг не дремлет. Вражеские кролики трансформировались в плазменную установку. Нанесли сокрушительный удар. Вот поцарапили немножко наш отряд. И, надеюсь, Рокстаги отомстит. Рокстаги пытается забодать кроликов. И, шутя, их разметал в разные стороны. Вот. Еще пытаются вражеские два Дони что-то сделать. Дони мультяшный прокачал доп. защиту. Классический пытался двумя ногами ударить нашего Бибоба. Но это уже им не поможет. Итак, Бибоб стреляет лазерами из пояса, выбивая мультяшного Дони. А точку ставит раф ведения огненным торнадо, выжигая жизнь Дони классического. Но, как видите, тот выжил. Выжил, но ненадолго. Удар тайной катана сплинтера приносит нам победу. Что ж, просто супер. Отличнейшая битва, отличнейшая победа. И мы идем с вами дальше. Продвигаемся по турнирной лестнице. Берем следующую команду от наших подписчиков. И это подписчик с ником Костя Брау Старс. Костя попросил, чтобы я взял классического Донателло. Отлично. Давайте-ка возьмем этого героя. Итак, классический Дони. Где-то он в конце списка. Насколько я вспомню. Вот Лео Микки классические. А вот и Дони классический. Здорово. Классический Лео. Я его, кстати, только что видел. Отлично. Классический Микки и классический Рафаэль. Но это проще было сказать, что это команда классических черепашек. Всего 4 героя. Но, несмотря на это, это довольно-таки сильный отряд, который, я уверен, без проблем запинает команду другого игрока. Вот, кстати, у дорогого игрока тоже неплохая команда. Сплинтер, Рафидения, Дони оригинальный, Бибоб мультяшный и Микеландзелло классический. Да. Вот. И в начале боя наш Микеландзелло классический прокачивает атаку для нашего отряда. Вот, скорее всего, вражеский Микки тоже сейчас так сделает. А вражеский Микки забрасывает нас сюрикенами. Кстати, выглядит прикольно. Отлично. Ну, что ж, Диа, надо выбивать лекаря. Кстати, а у рога и нету лекаря. Что ж, тогда я попытаюсь выбить сплинтера. И для этого Раф классический, используя канализационный люк, метает его и снимает большую часть жизни вражеского сплинтера. Тот выживает, но, я надеюсь, что ненадолго. Ударами катан Лео классический добивает вражеского сенсея. И мы идем с вами дальше. Да, вот, подключаем классического Дони, который стреляет из телепортационной пушки. Выстрел. И что же, да, без проблем удалось уничтожить Бибопа. Супер. Вот, вражеские черепашки в ярости оригинальной. Дони снимает часть жизни с нашей черепашки, с Микеланджело. Вот, Раф видение пошел в атаку. И вот, смотрите, что творит классический Микки. Он тоже снимает часть жизни с наших героев. Что ж, надо усилить наш отряд. Для этого Раф классический угощает братья пиццей, вот, с колбасой и, вижу, шампиньонами. Усиливает наш отряд. А дальше пусть Микки забросает врагов сюрикенами. Итак, массовая атака. Вот, здоровье вражеского, врагов красной зоны. Лео призывает к атаке. И точку ставит Дони классический. Вот, стреляя из вертолета с высоты. Вот, подрывая врагов. Ничего себе. Выжили. Выжили враги. Хотя, вот, была массовая атака. Вот, в свою очередь, враг прокачивает атакующие способности. Получился БАП положительный эффект. Но я не думаю, что это уже им поможет. Итак, наш Микеланджело бьет со скейта, добивая вражеского РАФа ведения. А РАФ классический смывает уже оставшегося классического Микки в канализацию. И наши герои все-таки вырывают идеальную победу. Супер. Ну что ж, друзья, бой получился интересный, классный. И мы идем с вами дальше. Берем следующую команду от наших подписчиков. И это Саша Французов. Да, именно он попросил за Микеланджело из космоса. Вот, чтобы я прокачал. А вот теперь его команда. Итак, БИБАП из фильма. Микеланджело из космоса. Давайте-ка, друзья, чтобы не запутаться, я начну собирать так, как подписчик сказал. Итак, БИБАП из фильма. Есть Микеланджело из космоса. Есть Ксевер Монтес. Леонардо из ведения. Вот Ксевер Монтес. И еще Стиранка. Замечательно. Ну что ж, отряд сформирован. Идем в очередную битву. И надеюсь, что наши герои неплохо себя покажут. Да, друзья, у врагов нету лекаря, нету хилера. Кто бы мог подлечить. Поэтому я буду бить врагов посильнее. По-моему, это кролики. И да, вот те лазерные нунчаки, хотя вот писали подписчики, это не нунчаки, это лазерные танфу. Вот, по крайней мере, по форме. Итак, большую часть удалось снять. Здоровье кроликов. Кролики выживают. Что ж, надо усиливать наш отряд. Для этого Лео ведения выставляет флаг, и у нас появляется дополнительная скорость. Отлично. БИБАП из фильма бьет локтем и расплющивает кроликов. Супер. Кроме того, к северу Монтес налаживает на вражеский отряд негативный эффект. Дебаф у врагов уменьшается защита. Истеранку только приходится использовать свое супероружие. Это огромный пулемет. И смотрите, сколько он урона наносит. Шутя уничтожает двоих врагов. Выживает Макмен. Вот еще с каким-то персонажем. Кто выжил? Макмен и Донни оригинальные. Вот пытаются враги что-то сделать, но Микеланджело космически бросает вот такой вот космический кексик. Этот кексик грызет и догрызает Макмена. Супер. А точку ставит Лео, бросает тыкву. Он ее подрывает в воздухе, что и приносит победу нашему отряду. Просто-просто замечательно. Что ж, друзья, движемся с вами дальше. Благодарю Сашу Французова за его состав. Он мне понравился. А дальше у нас, друзья, команда от Егора Силина. Да, кстати, мы прорвались в Лигу Мастеров на вторую звездочку. Где здесь будут уже бойцы посильнее. Вот. Не удалось мне что-то прорваться в Лигу Мастеров на третью звездочку. Но я думаю, ничего страшного. Итак, Егор Силин и его состав. Микки, Раф оригинальные. Ищем. Микеланджело и Раф оригинальные. Вот Микки, а вот Раф где-то в конце. Есть. Отлично. Дальше мне нужен Супер Шреддер, Стиранка и Армагон. Ну что ж, друзья, команда довольно-таки серьезная. Вот я бы с такой командой пошел в любую битву. Вот. Где-то спрятался Армагон. Но я думаю, сейчас мы его найдем. Да. Вот Армагон. И еще мне нужен Стиранка. Стиранка я потерял. Он уже сегодня играл. Его надо просто восстановить. Да. Здорово. Отряд восстановлен. И мы идем с вами в битву. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Итак, первым делом, друзья, давайте-ка. Вот я смотрю, есть ли лекарь. Тоже в этом отряде нет лекаря. Что ж, первым делом тогда Микеланджело оригинальный. Пусть прокачает иммунитет. Вот благодаря этой способности враг не сможет на нас наложить какой-то негативный эффект. Дебаф. Кроме того, давайте-ка еще усилим наш отряд. Для этого Супер Шреддер активирует свое сердце. И благодаря Мутагену у нас появляется дополнительная защита на три хода. Плюс постепенное исцеление. Отлично. Супер. Ну что ж, кто из врагов самый сильный? Я смотрю, кого атаковать в первую очередь. И давайте-ка, друзья, я натравлю Армагона на Хана. Он может снимать, вернее, налаживать негативные эффекты, дебафы, уменьшая нашу защиту. Поэтому Армагон его загрызает в первую очередь. Супер. Подключаем Рафа. Итак, битва оригинальных черепашек. И Раф оригинальный атакует оригинального Дони. Удар ногой. Вражеский Дони выживает. Что ж, ненадолго. Стиранка подрывает его гранатой. Здорово. Ну что ж, двоих врагов мы выбили. Но и враг активизировался. Дони из фильма накрывает наш отряд ядовитым облаками с дрона. Дони мультяшный бросает бомбу. Но благодаря дополнительной защите урон минимален. Вот еще и Рокст и стреляет. Ох, досталось немножко Армагону. Но опять же, благодаря постепенному исцелению. Видите, я не заметил особого повреждения. Ну, а наш Микеланджело пока бьет в прыжке нунчаками. И что же, и снимает практически половину жизни Дони из фильма. Супер Шредер Митая Костяной Кунаи ставит точку и добивает вражескую черепашку. Супер. Отлично. Армагон тем временем использует ракеты, подрывая остатки вражеского отряда. Ну, как видите, довольно-таки неплохо держит удары. Что ж, еще один супер удар. На сей раз авторафа оригинального. Ударом из-под земли он снимает довольно-таки серьезный кусок жизни Дони мультяшно. Тот, как видите, выживает. Что ж, еще одна массовая атака. На сей раз тиранка стреляет из гранатомета. Выбивает все-таки Дони из мультика. Вражеский Рокст иди классически выживает. Но теперь наш Микеланджело оригинальный бросает гранату, подрывает противника. Что и приносит идеальную победу нашему отряду. Просто-просто супер. Ну, что ж, здорово, друзья. Движемся с вами дальше и берем следующую команду от наших подписчиков. А следующим, друзья, написал подписчик с ником подписчица Оксана Ковальская. Итак, Оксана Ковальская попросила, чтобы я взял мультик Раф, Дони, Лео, Микки, Шреддер. Они все мультик. Все понятно. Итак, Оксана, без проблем. Давай я возьму мультяшных героев. Вот выберем противника посильнее. И будем искать мультяшных персонажей. Итак, Раф, Дони. Отлично. Лео, Микки. Да, кстати, они еще сегодня не участвовали в битвах. Кроме того, мне нужен Шреддер, опять же, из мультика. Супер. Ну, что ж, благодарю, Оксана, за этот состав. Давай-ка мы его потестируем и посмотрим, что из этого получится. Да, забавно, друзья. У врагов тоже есть Лекарь, Хиллер. Это Лео из мультика. Тем не менее, в начале боя пусть наш Микеланджело из мультика прокачает уклонение. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. А вот теперь начнем битву. Итак, Шреддер мощнейшим ударом сверху в прыжке бьет вражеского Лео и побеждает, выбивает. Супер. Вот, кроме того, наш Лео пытается выбить вражеского Багстера Слокуна. Как по мне, это один из сильнейших врагов. Вот, Раф вызывает противника на бой. Отлично, вот так здорово рычит, кричит. Кто услышал, было забавно. Да, вот, кроме того, Донни из мультика еще прокачивает дополнительную защиту. Чудесно. Ну и враг не дремлет. Бибоб классический пытается запинать нашего Рафа. Урон не проходит. Благодаря уклонению дополнительной защите, но и враги тоже, смотрите, Доктор Роквелл прокачал дополнительную защиту. Поздно. Это нужно было делать в самом начале. Вот, Доктор Роквелл навешал на нашего Рафа цепи негативный эффект. То есть, кроме первой способности, Раф не сумеет больше сделать ничего. Донни пытался удать Рафа. Раф контратакует. И я в шоке. Смотрите, что делает Багстер Стокман. Он выпускает Маусер, который пытался подорвать наш отряд. Но, как видите, благодаря уклонению дополнительной защите урон не прошел. Ну, а тем временем, Микеланджело из мультика угощает братьев пиццей с кетчупом, усиливая, подвечивая наш отряд. Просто супер. Отлично, друзья. Вот. И я думаю, точку поставит Шреддер, призывая Ниньс. Он сам идет в бой. И выбивает сразу же двоих врагов. А точку ставит Лео особым ударом стальным торнадо. Превращаясь в стальной выход, он добивает оставшегося врага, что и приносит нам победу. Просто-просто здорово. Супер классно. Итак, благодарю Оксана за твой состав. А мы идем с вами дальше. Итак, подписчик с ником Блед Крыса. Вот. Блед Крыса попросил, чтобы я прокачал Рокстеди из мультика и взял состав. Вот, дружище, к сожалению, уже героя мы прокачали. Вот, скорее всего, ингредиентов для прокачки Рокстеди мультиотяжного у меня нет. Ну, давайте-ка я посмотрю. Если хватит ингредиентов, что-то попробуй прокачать. Итак, Рокстеди из мультика. Вот, могу прокачать одну из его способностей. Ну, давайте-ка, друзья, я это сделаю. Итак, Рокстеди из мультика. Вот так круто он здорово выглядит. Сейчас ножа делает вот такой забавный трюк ногами. Вот. Дальше, кстати, я не могу прокачать. Не хватает платиновых ингредиентов. Но вот пятую способность на стороне посудной лавки я могу прокачать до шестой ступени. Что я и делаю. Ну, а теперь состав от подписчика. Вот. Итак, Блэд, крыса, попросил, чтобы я взял Раф видения. Да, давайте-ка вот выберу врагов посильнее. Вот, попробую обновить, чтобы был какой-то крутой состав. Ну, пусть будет первый. Итак, Раф видения. По-моему, он сегодня уже участвовал. Но я думаю, это ничего страшного. Мы его восстанавливаем. Усаги и Димба. Вот здорово. Вот любимый мой персонаж. Кролик-самурай. Да, вот он. Армагон. Отлично. Вот. Армагон, Супер Шреддер и... А, Шреддер Классика. Армагон. Восстанавливаем Супер Шреддер и Шреддер Классический. Кстати, Шреддер Классический тоже, по-моему, сегодня еще не участвовал. Да, не участвовал. И сейчас восстановим Супер Шреддера. Ну что ж, вот такой вот интересный состав подписчика Блэд Крыса. И надеюсь, что этот отряд вам, друзья, понравится. И первым герлом Шреддер Классический усиливает наш отряд. Благодаря своей медитации. Вот, отлично. Усаги и Димба прокачивают дополнительную защиту. Вот, отбивая вражеские стрелы. Просто чудесно. Вот, Супер. И вот сейчас давайте-ка и атаковать врага. Вот, первым делом, давайте-ка, наверное, все-таки, друзья, я прокачаю дополнительную защиту. Что и делает Супер Шреддер. Активизировав свое сердце. И у нас появляется постепенное исцеление на 3 кода. Плюс дополнительная защита. Просто-просто супер. Итак, посылаем в атаку Армагона, который пытается загрызть своим кулььим укусом классического Рафа. Получилось. Ну что ж, друзья, это победа. Давайте-ка еще нанесем смертельный урон огненным рощеркам Рафа Ведений. И смотрите, сколько он наложил на весь вражеский отряд кучу негативных эффектов. Это постепенные уменьшения здоровья. Пытается что-то сделать кролики. И сразу же двоих врагов догрызает постепенный урон. Рок стеги классический в ярости. Но наш классический Шреддер добивает этого врага. И призывает помощь из иного измерения. А, кстати, это было здорово. Благодарю подписчика за этот состав. Очень крутой оказался. Как видите, как шутя и круто и здорово. Он расправился с вражеским отрядом, что и принесло нам победу. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья, движемся с вами дальше. И берем следующую команду от наших подписчиков. И да, друзья, пусть будет вот этот отряд. Итак, дальше у нас отряд от подписчика с нечитабельным ником. КРЛ-273 Иларионов. Он попросил состав. Зэк, Донни, Ролевой. Вот Крип. Лео Ведение. Раф оригинальный. Ну, я попробую сейчас собрать этот состав. Так, Зэк, Зэк, Зэк. Где-то здесь он должен быть. Да, есть. Донни Ролевой. Отлично. Лео Ведение. Супер. Вот Раф оригинальный. Вот Раф оригинального придется поискать. Он сегодня участвовал. Неужели только 4 персонажа? Итак, друзья, я пересмотрю. Возможно, я кого-то пропустил. Ага. Зэк, Донни Ролевой. Крип. Крип, друзья, пропустил. Ничего страшного. Вот он. Ну что ж, супер. Давайте-ка еще сразимся с этим составом. И надеюсь, он себя тоже неплохо покажет. И какой у врагов прикольный лекарь. Это вот Бибаб Кролик. Этого забавного персонажа. Вот хиллером мы и будем бить в первую очередь. Как видите, Зэк метает шлем, лазерный шлем Бумеранга. Навешивает на врага цепи. Тот выживает. Левое Ведение, кроме того, еще прокачивает скорость для всего нашего отряда. Теперь наши герои будут двигаться побыстрее. Но и враг не дремлет. Классический Микки прокачит атаку для своего отряда. Что ж, надо позаботиться о нашей безопасности. И Донни Ральвик прокачивает дополнительную защиту. Отлично. Раф оригинальный. Прыжки бьет ногой. И что же. И все-таки выбивает этого врага Биба Покролика. Что ж, здорово. Кроме того, Крип рычит. Налаживает на врагов негативный эффект уменьшения скорости. Кроме того, вызывает врага на бой. Заставляет тем самым атаковать только Крипа. Ничего себе. По-моему, это была массовая атака Биба Па из фильма. Да. Вот Рок, кстати, классический. Еще пытается забодать Крипа. Ох, ничего себе. Снял часть здоровья. Ну, а теперь приходит наша очередь. И Зек выстрелом из пальца выбивает классического Микки. Лео стреляет массовым градом стрел, нанося довольно-таки неплохой урон врагу. Кроме того, еще массовой атакой огненными шарами забрасывает врагов Донни, Ролевик. Что ж, неплохо. И еще одна массовая атака. Три массовые атаки подряд. На сей раз Раф оригинальный собирает слова, как Сюрикен и метает, и шутя сметает оставшихся врагов. А, кстати, это было круто. Три массовые атаки подряд, и наши герои вырывают победу. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья, еще выше по турнирной лестнице, и мы попадаем на 49-е место. И я беру следующую команду от наших подписчиков. Вот давайте-ка я возьму вот этот самый первый состав. Итак, дальше у нас идет, друзья, команда от подписчика Адам Икс. Адам попросил, чтобы я взял состав Усаги и Техника. Стокман. Ну, я так понимаю, Бакстер Стокман. Рок Стоги Классика. Вот, не совсем понятно, почему сюда идет Рок Стоги Классический, но почему-то так. Усаги Доктор Роквелл. Ну, Доктор Роквелл непонятно. Усаги как бы не очень. И Микеланджело Ролевой. Ищу Микеланджело Ролевого. Вот он и Усаги Димба. Сейчас я восстановлю Кролика Самурая. И мы пойдем с вами в битву. Что ж, очень необычный состав. Сейчас мы его потестируем и посмотрим, насколько он будет хорош. Замечательно. Итак, первым делом давайте-ка я использую массовую атаку Микеланджело Ролевого. И это выстрел из Вантуза. Вот так забавно стреляет Микки. Практически снимает третью часть жизни всех врагов. Отлично. Подключаю сразу же нашего Усаги Димба. Не буду прокачивать дополнительную защиту. Сразу же атакую и ударом катаны. Усаги Димба снимает довольно-таки приличный кусок жизни. Вот стиранка. Ай-яй-яй, друзья. И я забыл за Микки из мультика. Нужно было его выбивать в первую очередь, чтобы он не восстанавливал наш отряд. И вот теперь вот это будет не очень здорово. Что ж, тогда быстро давайте-ка мы прокачаем дополнительную защиту. Благодаря доктору Роквеллу. И попытаемся забросать врагов мечами, кунаей и другим оружием. Отлично. Доктору Роквеллу удалось нанести негативный эффект. Уменьшение, постепенное уменьшение здоровья. Кроме того, надеюсь, Бакстер Стокнман добьет Микки при помощи ракетного удара. Ну вот, супер, друзья. Практически враг повержен. Вот осталось нашим героям забодать, что и делает Рокстеди классический. Да, он все-таки добивает стиранка, забодав его при помощи своего Рога. Вот, что делает Микки оригинально. Ага, он прокачивает иммунитет. Вот, Раф видение наносит урон огненной атакой, поджаривая Микки Ролевика. Ну, Саги мстит за союзника, добивая противника. Вот, что делает Сплинтер. Ага, он медитирует. Ну что ж, друзья, это победа. Хотя враг об этом еще не знает. Наш Микеланджело Ролевик забрасывает врагов водными шариками, что и приносит нам победу. Просто-просто супер. Ну что ж, замечательно, друзья. Давайте-ка я еще возьму один отряд. Посмотрю, кто из подписчиков его оставил. И это подписчик с ником Ясин Хасханов. И он попросил, чтобы я передал привет. Что ж, большущий черепаший привет Ясину Хасханову, всем нашим подписчикам и зрителям. Ну что ж, и финальный отряд на сегодня. Итак, Бакстер, Стокман, Муха. Отлично. Вот, Тигрин и Коготь, Супер Шеддер, Биба Мультик, Рокстеди Мультик. Ну что ж, давайте-ка я попробую собрать этот состав. Вот, Тигрин и Коготь, по-моему, тоже сегодня еще не участвовал. Отлично, кстати, я увидел Рокстеди Мультяшного, Супер Шеддер и Биба Пизмультика. И, по-моему, отряд будет уже сформирован. Давайте-ка я посмотрю. Никого не пропустил. Итак, Бакстер, Муха, Тигрин и Коготь, Супер Шеддер, Биба Пизмультик, Рокстеди Мультик. Да. Вот такой вот классный отряд от Ясина Хасханова. Надеюсь, что он себя тоже очень даже неплохо покажет. Вперед, друзья. И первым делом нам надо выбить вражеского Лео Мультяшного. Что и делает Бакстер, Муха забрасывая его кислотой. Урон минимален, зато Лео глушен. Вот дальше Тигрин и Коготь рубят его мечеты. Вот. И добивает противника. Отлично. Биба Пизмультика уже танцует, прокачивая уклонение. А Супер Шеддер наносит Супер Удар. Итак, вонзая костяные кунаи в земли с шипами из-под земли, он наносит просто колоссальный урон. Смотрите, он снимает большую часть жизни с вражеского отряда, а постепенный урон догрызает и Лео Классического. Вот пытался отомстить Сплинтер, вот догрызает постепенный урон все-таки после удара Супер Шеддера и Слэша. А точку пусть ставит наш Рокстеги. Да, кстати, мы сегодня прокачали вот этот удар, и я его сразу же тестирую. Итак, удар Рокстеги приносит победу с очередным противником. Бакстер Муха усиливает наш отряд при помощи какого-то лекарства, а точку ставит Тигриный Кокоть при помощи лазерного бластера, побеждая вражеского Сплинтера. Ну что ж, друзья, идеальная победа, отличнейший бой. Благодарю подписчика за этот состав, он мне понравился. Ну а сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео, и я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.